Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваша девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся в наш любимый Реворлд к более продвинутым формам радиационной защиты, а главное, радиационного нападения. Как вы прекрасно помните, в прошлом эпизоде мы построили ракетно-пусковую шахту, и единственное, что нас останавливало, это отсутствие необходимого количества радиационного топлива, которое уже было отработано и требовалось для производства того самого Плутония. Как можно наблюдать, первые партии отработки уже поступили в дело, и за один цикл мы произвели 48 единиц Плутония, что в сумме с добытым за кадром у торговцев из фракции Рим Атомикс даёт нам в целом необходимое количество, которое нам и требуется для создания той самой начиночки для ракеты, что сделает мощь нашего императора Лима несоизмеримо большей. Отдельной же неприятной проблемой являются только ядерные отходы, которые безбожно фонят и, соответственно, заражают лучевой болезнью любого, кто достаточное время будет к ним приближаться. В данном случае у нас нет подходящего строкопага для хранения, зато мы вполне можем сделать помещение с радиационной защитой где-нибудь подальше на пляже, где оно никому не помешает, и туда уже складировать всю нашу ненужную ядерную отработку. Тем более, что тут в дело как раз таки пойдёт обеднённый уран, которого при работе плутониевого генератора образовывается довольно приличное количество. Ну и в любом случае, это не последняя приятность, которая нас радует наша радиационная система. Как видите, сама атомная электростанция была несколько улучшена и расширена, путём добавления парочки турбин и соответственного количества трансформаторов для правильного преобразования энергии. Ну а для явно необходимого охлаждения мы всё же поставили две сухие градирни, которые пускай и потребляют 550 ватт по энергии, но в целом дают нам некоторое ощущение стабильности в плане предотвращения нехорошего радиационного взрыва. Опять же, как мы о том и договаривались, за свои действия и большие научные достижения, наш мастер Вон получил заслуженную награду, а именно персональный комплект роскошной катафрактной брони, которую он уже немножечко подносил, пока за кадром на нас совершался маленький, но всё же неприятный рейдик. Да и пока он будет заниматься сборкой самой ядерной боеголовки, мы обратимся к другому не менее интересному моменту. Как вы прекрасно помните, друзья, в прошлом эпизоде у нас родилась маленькая девочка, и по хорошему совету из комментариев мы назвали её Билли в честь довольно известного актёра. Как видим, уже прошло достаточное количество времени, и Билли выросла до целых трёх годиков, что позволило ей развить некоторые навыки и начать заниматься самой базовой работой. Так что, подобно всем детям, которые были у нас на базе, начнёт она с уборки помещений, ну а там мы уже будем определяться по её природным склонностям. Заодно, как видим, Билли уже переросла в свою младенческую кроватку, так что её мы заберём из комнаты её родителей, да и заодно отметим, что сама комната стала несколько более капитальной, за счёт того, что мы начали перестройку нашего города в более классических материалах. Начало было положено само собой в комнате императора Лиэма, где всё полностью, начиная от пола и заканчивая стенами, было переведено в классический известняк, ну а сама комната обзавелась ещё и четырьмя роскошными колоннами, понятное дело из классического имперского нефрита. Да и точно так же в процессе мы постараемся облагородить и остальные комнаты, хотя это и требует некоторого неудобного микроменеджмента по перестановке всей мебели и частичного переноса энергообеспечения для разбора лежащих под ними мостов. В любом случае, пока идёт процесс подготовки к запуску и соответственного неизбежного тестирования оружия, мы, пожалуй, сходим на небольшой интересный квестик по одному из найденных нами картин от звёздных врат. Как видим, нам уже давно привычно, что неподалёку обнаружился ещё один древний комплекс, и, возможно, там тоже найдётся что-то интересное, как, например, та же сыворотка воскрешения, что мы ищем для Диксон. Правда, в этот раз в бой отправится далеко не вся команда, поскольку в силу подавляющей военной мощи общей присутствия нам там и не требуется. К несчастью, первая же команда шалудивых оборотней, которые нам встречаются, не то что не несут нам угрозы, но даже не являются сколь бы то ни было интересными. Но в силу отсутствия закрытых помещений, мы всё так же не сможем захватить их в плен, так что не будем даже мучаться. А по старой доброй традиции, построив здесь транспортные капсулы, и разобрав сами звёздные врата и наборные устройства, заберём домой очень даже полезные продвинутые компоненты. Да и поскольку к моменту их возвращения Вон всё ещё не успевает закончить свою работу, мы не будем отчаиваться в наших поисках и декодируем ещё один набор символов, чтобы отправиться в ещё одно путешествие. В этот раз, несмотря на довольно странную архитектуру, база всё ещё завершена не та, которую мы ищем. Но здесь, по крайней мере, будет гораздо проще найти необходимые ресурсы для постройки транспортных капсул, да и вполне предполагаемые лекарства из медицинского комплекса тоже не будут совершенно лишними. К плюс к тому же, ещё четыре адреса звёздных врат вполне дают нам необходимую надежду, да и заодно точно обеспечить нас продвинутыми компонентами абсолютно на все наши нужды в плане бионики и производства качественных защитных доспехов. По старой доброй традиции, всё, что можно будет разобрать, будет разобрано и предварительно отправлено через сами врата, прежде чем мы распилем само портальное устройство. Но поскольку делали мы это явно уже не раз, то и особое внимание концентрировать на таких походах мы уже не будем и постараемся освещать на экране только самые интересные моменты. Что гораздо более интересно, тогда то, что огромное количество утопленных стержней скоро придёт в негодное состояние, а значит мы сможем пустить их на переработку и поимеем в разы больше плутония, чем у нас есть сейчас, поскольку существующего нам впритык хватило на одну ядерную боеголовочку. Ясное дело, что вон, работая без устали днём и ночью, завершают и просто таки играючи. Да и чтобы не терять времени даром, сразу же загрузят этот компонент в пусковую шахту. Как видим, теперь для полной загрузки и первого нашего испытания требуется самая малость, а именно небольшое количество химического топлива, которое уже начало просветить Кирика на нашем перегонном станочке. Да и такая малость, как налёт в зелёной вольной расы, причём даже не на наш столичный остров, нас точно не остановит. Благо, что защитить руины на Абидосе сможет лично сам оператор Ли, не отвлекая подданных на такие мелочи. Если задуматься, то это довольно иронично, поскольку сам Лим когда-то начинал с положения такого же дикаря, всеми брушенный, голенький и без нормального обменяемого оружия. Теперь же, как видим, он прошёл огромный путь и уже практически готов побороться за своё место в большом галактическом империуме, который отобрали у его отца. Что же касается поверженного пленника, то несмотря на отрезанную ногу, его мы, пожалуй, подлечим и даже заберём с собой в столицу, поскольку ему, возможно, найдётся применение в наших далеко идущих планах. С другой стороны, лечиться он не захотел и сам решил свою судьбу, не желая становиться пленником. Однако же, что довольно странно, происходит то, чего раньше вообще не происходило никогда. Группа аборигенов из зелёной вольной расы нападает на нас через звёздные врата. И к огромнейшей неудаче, это происходит на нашем главном острове. Причём, прежде чем мы успеваем закрыть диафрагму, на базу прорывается целых шесть человек. Что довольно-таки неприятно, хотя и вполне себе решаемо. Судя по количеству ударов, которые мы слышали о диафрагме, на нас хотели совершить довольно-таки обширный рейд. Но благодаря продуманной защите, а за одной катушкам Теслы, даже прорвавшись, особо далеко не ушли, так и оставшись погибать в лавовом коридоре. Но в любом случае, даже несмотря на маленькую задержку с пересылкой топлива, необходимого для наших транспортных капсул, работа сама по себе потихонечку идёт, а мы накопили уже просто-таки нереальное количество продвинутых компонентов, доведя их в суммарную численность до 64 штук. И это при том, что у нас есть ещё адреса звёздных врат в запасе. Ну, из ещё более приятных новостей, Аякс наконец-то предлагает Комлиас связать их судьбу и узами брака, и Комлиас таки принимает его предложение, причём, заметим, далеко не с первого раза, поскольку всё так же за кадром Аякс делал штук 5 попыток, но Комлиас ему раз за разом отказывала, таким образом, похоже, набивая себе цену. В любом случае, нас скоро ждёт их свадьба, но пока что мы получаем ещё одни координатки, но уже обычного схрона, причём расположенного довольно-таки недалеко от нас. Просто ради разнообразия, чтобы тряхнуть стариной, некоторая часть команды, включая Брэна Бориса и Ильема, как самых мощных и защищённых воинов, отправятся в бой и расследуют это место. Ну, а остальные, понятное дело, продолжат подготовку к самому знаменательному изрывному событию эпизода. Как и стоило того ожидать, схрон давно затоплен, и никакие его сокровища нам уже недоступны. Зато кто-то из врагов воспользовался его координатами и оставил на нас засаду в числе целых 15 злобных и весьма агрессивных зайцев-беляков, понятное дело, жаждущих нашей крови. Часть тепла в эту они гораздо медленнейше бегают, поэтому покус за яйки не случился. Но опять же, учитывая наше возросшее богатство, даже нет особого смысла и дальше отправляться в такие схроны. Ведь что бы мы там ни нашли, наше личное производство достигло уже небывалых высот, и любую необходимую вещь мы можем произвести даже сами. Ну и наконец, через пару дней после возвращения, Фэнси лично загружает последние единицы топлива, необходимые для запуска. Необходимое же количество фюзеляжей, которых требуется более одного, с легкостью доделает та же серая, благо что туда требуется только обычная базовая сталь. До ракетных двигателей, как показала практика, необходимо тоже чуть больше одного, что опять же немножко замедляет процесс производства. С другой стороны, такая задержка открывает для нас некоторое окно возможностей, как например использование начальных мехатехнологий для перепроизводства почившего в прошлом эпизоде механоида-грузчика, и соответственно добычи всего, что валяется в лавовом коридоре смерти и вокруг зоны защиты нашей базы. Как мы можем прекрасно помнить, производство механоидов сопряжено с некоторыми неудобствами, особенно в плане отходов, которые они выделяют. Но с другой стороны, нам нужен буквально один маленький дроид, и пожалуй, что ничего страшного от его работы не случится. Тем более, что очень сомнительно, что на Атоловом острове хоть как-то смогут проявиться злобные жуки. Так что мы всё же рискнём заняться этим столь необходимым производством. Однако, стоит ли удивляться, что только мы начали заигрывать с механоидами, как они же совершают на нас рейд, и целых 34 жнеца прибывают на нашу базу. Хотя в отсутствии уланов или же термитов, и не обладая никакой дальнобойной мощью, справиться с ней будет проще простого. Так что нам всего лишь нужно будет вспомнить, где же мы положили наши любимые эми гранаты. Причём заметим, что механоиды предземлились в очень даже неудобном месте, и пока они доберутся до точки входа, их немножко поковыряют защитные турели, которые установлены возле наших охлаждающих градирин. Огромный и страшный мощный рейд был отбит, практически даже не выходя из нашего лавового коридора смерти. Что ещё раз доказывает силу нашей мощной обороны, ну а мы, пожалуй, вернёмся к производству собственных механоидов, и загажем одно маленькое базовое субъядрышко личности, для создания всё такого же небольшого помощника-грузчика. Тем более, что станцию подзарядочки мы ему уже организовали. Не теряя времени даром, Лиэм буквально за одну ночь производит это устройство, и сразу же забрасывает его в меха-сборщик, чтобы созревание пошло как можно быстрее. Конечно же, помня судьбу своего отца, которого свергли именно эти механические монстры, сильно заигрывать с этими устройствами мы не будем, а ограничиваемся всего лишь одним механическим помощником, да и затем будем внимательно присматривать. Да и за те два дня, что процесс будет неспешно идти, мы выполним ещё один заказ из комментариев, и наконец-то установим вону, вместо его уничтоженного правого лёгкая, новая бионическая, да ещё и детоксицирующая. Как видим, из-за ослабленного дыхания, вон уже давно работает не в полную силу. Но благодаря маленькому угрейду, сможет наконец-то вздохнуть полной грудью, да ещё и не будет бояться внезапных наплывов токсичного тумана, которые время от времени набегают на нашу столицу. Что интересно, практически в то же время на днае пролетают ещё и торговцы экзотикой, но из-за интересного у них есть всего лишь шараха глаз, который нам сейчас особо и не нужен. С другой стороны, мы всё так же можем сдать им все наши вещества, ну а на заработанные денежки, купить, допустим, все тренеры на некоторых навыков, и таким образом повысить психическую мощь нашего императора Лиэма. Теперь, помимо прочего, он обладает ещё мирной способностью слова радости. Это прекрасная возможность вдохновлять и выдушевлять своих подданных, особенно когда у них серьёзно просаживается настроение. В конце концов, через парочку дней, прямо к моменту созревания нашего дроида-грузчика, и первая ядерная ракета тоже достигает стадии готовности. Так что, исходя из данных научной консоли, нам предстоит запустить ракету по любой цели для сбора данных, что мы и сделаем, поручив управление оружейной консолью лично императору Лиэму. Как видим, на выбор у нас есть целых четыре варианта запуска. И для первого раза мы выберем низкую мощность ядерного заряда. Зато сам запуск будем производить стратегически, поскольку тактически на нашей карте нет ничего не нужного, чтобы мы могли уничтожить. Хотя ракета и называется межконтинентальной, у неё довольно-таки ограниченный радиус запуска, и в пределах дальности её полёта, к сожалению, нет ни одного поселения самозваной империи, которая вполне заслужила бы нашу огненную кару. С другой стороны, здесь есть несколько городов, которые посмели обосноваться возле нашего истравного Доминиона, но сделали они это без уважения и даже не назвали императора Лиэма своим другом. Пожалуй, первой нашей целью станет юго-западное поселение. Но по-хорошему нам было бы необходимо произвести объективный контроль, поэтому сам разработчик Вон, создавший ядерную ракету, и отправится в качестве наблюдателя. Благо, что это место вполне в зоне лёта наших транспортных капсул. Дело ясное, что высадится он с самого краю, чтобы не спугнуть ничего не подозревающих местных жителей. Но учитывая, что это поселение Брана принадлежит Серому ханству, а это, как мы помним, злобное племя каннибалов, у нас не будет совершенно никаких душевных терзаний по поводу того, что мы хотим сейчас делать. Как видим, поселение это типичное плотовое островное, и защищено всего лишь небольшой толпой пиратов, не более 23 голодных негодяев. Так что нам при полной серьёзности остается сказать только одну фразу. Жгите, Лем Анатольевич, жгите. Субтитры создал DimaTorzok Как видим, Тед прошел более чем успешно. И отселение врагов не осталось не то, что камня на камне, но даже никакой мелкой горящей табуретки. Только остатки уцелевшего плода напоминают, что здесь когда-то что добыло, ну а сами враги обратились в радиоактивный пепел, так что, соответственно, миссия была выполнена и перевыполнена с успехом. Понятное дело, что он вернется на базу традиционным образом, построив себе необходимые транспортные капсулы и налегке торпедируясь домой. Но мы, пожалуй, закажем еще один прилет торгового судна от Рематомикс, поскольку нам очень и очень необходим Плутоний для завершения этого стратегического проекта. Как ведем к нашей огромной удаче, у промышленника как раз таки завалялось необходимое количество нашего Плутония. И пускай цена местами немножко кусается, мы вполне можем позволить себе немножко потратиться. Тем более, что на данном этапе нам нужно всего лишь 40 единиц, которые мы вполне можем скомпенсировать продажей некоторого количества стали. Ну и пока же фон работает над очередной сборкой, мы отметим трудолюбие нашего любимого дроида-грузчика, который довольно быстро расчистил коридор от трупов механоидов и постепенно приступает к переноске уже более ценных серебряных ресурсов. Здесь же, друзья, стоит сделать маленькую ремарочку, согласно советам из всех тех же комментариев. Многие довольно правильно советовали не выносить нашу добычу из коридора смерти, а всего лишь поставить торговый маячок и давать орбитальным торговцам самим забирать необходимое. Но, как можно прекрасно заметить, помехи от лавового разлома мешают его работе. Но внутри мы его поставить не можем по вполне себе объективным причинам. И уже через два денёчка мы полностью готовы к очередному запуску. И в этот раз нашей целью станет поселение врагов уже на севере. Как многие помнят, это поселение зелёной вольной расы было основано уже после появления Леома на острове. А значит, такими своими наглыми действиями они просто-таки бросили вызов своему истинному императору, за что, понятное дело, и понесут заслуженное наказание. Как видим, в этот раз поселение несколько более развито, да и зданий здесь стоит не пример больше. Тем грустнее будет их незавидная участь после нашего очередного стратегического запуска. В одной части я ничего не подозреваю, что еще и ничтожество были уничтожены. Ну а вон, собрав необходимые данные, полностью завершает этот шаг исследований. И теперь ветка супероружия у нас полностью закрыта, позволяя переходить к более интересным и продвинутым системам работы с атомом. Как видим, теперь при наличии необходимого количества плутония, которого вскоре у нас будет просто-таки завались, причём бесплатно, никто не сможет противостоять нашей огромной мощи. Но учитывая наличие технологий Звёздных Врат, мы сможем с лёгкостью подбираться к любому вражескому поселению, сколь бы далеко эти еретики и имперцы не находились, а значит никто из них не уйдёт от нашего ощущающего окна в возмездие. С другой же стороны, при нашем уровне технологии, и имея такое огромное количество ресурсов, мы могли бы легко задуматься о более вертикальной мобильности, и возможно даже о подъёме всего нашего города в космос. Но для этого, друзья мои, нужно две вещи. Во-первых, время. Ну а во-вторых, чтобы мод Save Our Ship 2 обновился до версии 1.4 и начал с ней работать без конфликтов. Как вы понимаете, в одночасье это произойти не может, поэтому сейчас нам приходится сделать маленькую, но столь необходимую паузу в приключениях Императора Лема, ну а продолжатся они скорее всего уже в следующем сезоне, и предложенные доли удачи и работе механик Римморлда станут поистине космическими. Пока что же по старой доброй традиции, не забываем про наши телеграм, дискорды, вконтакт, ссылочки на которые всё также под видео в описании. Ну и как обычно, всем удачи и до встречи, и увидимся мы уже несколько попозже.